13 января в городской управе сил Ламяя состоялось собрание комиссии по делам молодежи и спорта, на котором было рассмотрено несколько вопросов, такие как бюджет на 2021 год, проектирование стадиона, деятельность спортивных клубов во время пандемии. На последнем заседании обсуждался вопрос второй чтения бюджета, и практически мы поддержали это предложение, которое было названо. И одним из вопросов было проектирование подтрибунного помещения стадиона, потому что давно этот вопрос решается, так сказать, комплексное построение стадиона, но в данном случае вопрос ввелся о проектировании подтрибунного помещения отдельно, и найти финансы, потому что на это опять также нужны деньги. В решении мы вынесли как раз этот вопрос, чтобы поддержать проектирование, в частности, ну, определенные там суммы. Также члены комиссии по делам молодежи и спорта городской управы сил Ламяем дали высокую оценку о работе открытого молодежного центра ЕСН и отметили плодотворное сотрудничество с командой ЕСН-ТВ. Ну, мы всегда поддерживаем это сотрудничество. Кстати, они нас тоже поддерживают, мы их всегда поддерживали и поддерживаем, потому что там проводится практически большая работа и с молодежью, и с более старшими, как бы, возрастами и так далее, только взаимопонимание. Я знаю их вопросы, которые они решают. Вот это большая работа на самом деле. Как на данный момент в период ограничений организован тренировочный процесс? По словам Евгения Терентьева, по сравнению с другими спортсменами Эстонии, ребята из Адавирума и Хариума в самом невыгодном положении. У нас в городе насчитывается 9-10 клубов различных, и это, очевидно, 13-14 направлений или видов спорта. И все сейчас они работают по разрешению Союза легкой атлетики, там или бокса, или плавания и так далее. То есть на каждый вид разрешено определенное количество человек, которые могут заниматься. Допустим, я могу рассказать про свой клуб. У нас разрешено заниматься, допустим, 20 человек, которые могут спокойно себя по спискам. Это спортсмены, которые попадают в шестерку лучших по рейтингу в клубах. Я думаю, также точно такая же система и в плавании, и в боксе, и в остальных видах спорта. То есть определенное количество. То же самое и касается, я знаю, и футбола. То есть в футболе у нас разрешено заниматься только команде, если я не ошибаюсь, футбольный футбол, Синмет, это футзал. То же самое разрешено с членом сборной Эстонии заниматься. Я могу ошибиться, опять же, сказать, что 3-4 человека, это Дина, футбольный клуб Дина. И так каждый клуб занимается. Конечно, во-первых, это очень неудобно в том плане, что у нас, допустим, в клубе около 160 человек в легкой атлетике. Я про свой клуб говорю. И разрешили, допустим, заниматься 20. А теперь получается, что в январе месяце у нас состоятся чемпионаты Эстонии. И практически это разрешение пошло только на Найдавирума и Харима. Поэтому мы приедем на чемпионаты Эстонии, мягко говоря, неподготовленными. По сравнению с другими клубами. В других городах, так сказать, разрешили. Тарту, Выру и так далее, лёхотические центры. А мы в таком положении. Желаем нашим спортсменам удачи и победы. Следите за последними новостями на городском сайте.